ГОМЕЛА В соответствии с генеральным планом города Гомеля сейчас у нас объекты по жилой образовании. Это Шведская горка, 59-й микрорайон. Из новых микрорайонов реализованных уже это 104-й, 94-й, 96-й микрорайоны. Ну и новый микрорайон по Федюнинскому. Также есть планы, уже проектируются и будут реализованы. Это микрорайоны по улице Лепешинского, Советской. И в дальнейшем город будет развиваться именно в южном направлении. То, что указывает нам генплан. Южное направление, чтобы было более понятно зрителям, это в сторону Черниговской трассы. Если говорить по жилой застройке, это и точечные объекты в центре и районах, это и целые новые микрорайоны. Самым главным требованием, которое мы предъявляем к микрорайонам, жилым образованием, группам жилых домов, это, наверное, комфортность проживания граждан. То есть тут ставка делается все-таки не на транспорт, как у нас до этого было стоянки во дворе. И мы постоянно пересекались они с пешеходными потоками. Сейчас акцентом становится вынос парковочных, стояночных мест. Это за пределы дворового пространства. То есть двор – это создание более комфортной среды для населения, в том числе и спортивные площадки, и детские, игровые площадки для отдыха, и в том числе объекты озеленения. Еще достаточно актуальная тема – восточный обход. То, о чем в последнее время снова начали много говорить. Понимание необходимости есть. Дело в финансировании такого затратного проекта? Ну, это все-таки самый первый аспект, о чем мы говорим. Мы уже видим, что проект начал реализовываться и уже реализован в части городской. Однако финансирование значительно требуется для завершения этого проекта. И это финансирование можно сравнивать с годовым городским бюджетом. То есть это для того, чтобы завершить только этот проект и больше никакими проектами не заниматься. Поэтому, как местные исполнительные органы, так же заинтересованные организации, все мы ждем этого объекта. Ну, нельзя выставлять его на передний план и забыв о многих других потребностях, как граждан, ну, так и общегородских потребностях. Что Гумера в первую очередь должно дать? Это непрерывное кольцо. Ну, по логичным причинам, это, естественно, транспортная разгрузка, то есть транзит не через магистральные улицы городского значения улицы. Это все-таки будет объездное кольцо. Задача разгрузить центр. Да, это как основная позиция. Это объездное, ну, так же, как и трасса Север-Юг, которая также запланирована генеральным планом. Часто гомельчане говорят, хотим видеть Гумель мегаполисом. А как же историко-культурное наследие? Ведь это очень тонкая грань между сохранностью и современностью. Культурное наследие, историческая часть города, вот о чем мы говорим, самое сложное, наверное, в этом деле, это сохранить то, что уже есть. То есть здания с течением времени, даже при том качестве, которым они были сделаны, они были возведены, построены, они с течением времени все равно теряют свои прочностные характеристики, то есть уже начинают понемногу разрушаться. И наша задача всеми возможными, особенно высокотехнологичными какими-то средствами оставить для себя, для наших потомков, то есть вот их в первозданном виде, насколько это возможно. То есть где-то методом реконструкции, реставрации. И как и городские власти, в том числе и Министерство культуры, все за этим очень следим. И в завершении, каким мечтает видеть Гомель будущего главный архитектор города, если бы у вас была волшебная палочка, как бы вы ее использовали? Я бы оставил город таким, как он есть. Чистым, зеленым, светлым. И благодаря этой волшебной палочке где-то мы дошлифовали, где-то бы доработали, и он бы стал еще красивее и радовал бы наших горожан и гостей. Спасибо за интервью. Успехов в делах. Спасибо.